Как минимум в этом созыве и, представляете, какая эволюция? Вы к этому шли целых пять лет. Пять лет! Сколько попыток было! Здесь нет никакой политики, но закон приняли специально, как говорится, в аккуратно, сприняли накануне и быстренько его откатали. А параллельно с этим, заметно, три решения суда с сумасшедшими странами. Какая тут нормальная политика? Понятно, что этим решением вы планируете, ну, я не знаю, заставить молчать мой депутатский микрофон, но в долгую эта проблема не решит, потому что самое страшное для вас, что вы не сможете заставить молчать избирателей, налогоплательщиков, граждан, которых вы грабите. Я пришел сюда пять лет назад не для того, чтобы получать депутатские зарплаты, не для того, чтобы бизнес мой процветал, не для того, чтобы мне тут связи ненужными оброс. Я пришел сюда, чтобы использовать это место, парламент, всяк трибуну, чтобы отсюда было лучше слышно наши программы, наши предложения, чтобы избиратели знали, что есть альтернатива. Если для этого нужно было брать в руки мегапот или, блин, захватывать президиум, мы это делали. Делали, потому что иной раз по-другому было нельзя. За это вы сейчас меня судите и лишаете мандата. Я не могу судить, хорошо или плохо у меня это получилось, пусть оценку ставят мои избиратели, но моя совесть чиста. За пять лет я не проголосовал ни за один поганый закон, ни за одну грабительскую инициативу. Все те законы, которые я и мои товарищи просили, объединяло лишь одно. Они все были в интересах избирателей. И все они были вами отклонены или убраны в долгие ящики. Я хотел, пользуясь случаем, высказать огромную благодарность всем тем, кто меня поддерживал, кто писал письма в президиум, кто писал в Москву Володину или президенту, или в другие органы власти, прокуратуры и так далее. Это действительно то, что до сих пор гарантирует мне свободу. Александр Сергеевич, добавьте мне, пожалуйста, еще две минуты. Все-таки единороссам добавлять. Курихину добавляли на минуточку. Все-таки последнее слово, да, как говорится. Александр Сергеевич, мы слышим вас, очень хорошо слышим. Что касается единороссов, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия. Вы знаете, что все депутаты, которые относятся к той или другой фракции, сверпят регламент. Поэтому, о чем мы сказали, этот вопрос процедурный, я думаю, коллеги поддержат вас. Когда курихину добавляли, вы решили... Александр Сергеевич, пожалуйста, дайте две минуты дополнительные. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста. Тут вот Бладков говорил, почему же ты Бундаренко не предоставил никаких доказательств под свою неровность? Здесь он действительно не виноват, а то, что ваша жуликоватая комиссия приняла сроки на подачу мне, от меня в качестве доказательств, всего 10 дней. Я говорю, какая же структура в течение 10 дней будет обязана ответить. Чего сидится, если жулик, который предлагал, забыл ко мне, что он говорил, леди Наросик, а налоговые ответили в 5 дней. Ну, простите, мы не госорган власти. С чего Ютубу или коммерческим предприятиям отвечать в течение таких коротких периодов времени? Вы лишили меня права на защиту, но даже эти периоды в 10 дней, которые вы себе напринимали, вы даже о них законным образом установлены в порядке, меня не проинформируете. Я 21 числа получил заказное письмо на почте, задокументировал этот факт, составили акт, и мне 10 дней по закону должно быть предоставлено, чтобы я предоставил доказательства. А вы днем ранее проводите Думу и лишаете меня мандата экспресс-варианта. Слушайте, вы лишили меня права на защиту. Вот что произошло на самом деле. А учитывая, что Алексей Васильевич в своем выступлении открыто сказал, что закону здесь придана обратная сила. Ну, посмотрите, в осенью 21 года принимают новую карательную меру, по которой это будет приводить к лишению мандата. Я, естественно, делаю вывод из этого, юридически от этой ответственности полностью отхожу, и тем не менее, мы, соответственно, за предыдущий период времени, за годом ранее, когда никакого лишения мандата речи не шло. Вы, соответственно, эту меру применяете. Гражданин должен принимать ответственность, должен принимать меру наказания. И в этом случае, да, обратная сила, соответственно, Конституции в связи с этим это дело сопрещает. Понятно, что других вариантов у вас не было, что вы чесались пять лет, и что вы это делаете исключительно из своей трусости. Не потому, что у вас здесь большинство, не потому, что вы тут все такие великие и всемогущие. Вы трясетесь от правды, вы трясетесь от того, что кто-то идет в народ и рассказывает, чем вы здесь занимаетесь. Поэтому я вас не боюсь, и наша борьба и война будет продолжена. Ура, поисли франции по мотивам... Продолжение следует...